Панама Панама Павагейском море затронуло Грецию и Турцию. На юге греческого острова Лесбос разрушен посёлок Вариса. Сообщается об одном погибшем. Местную жительницу задавило рухнувшей крышей. Не менее десяти человек пострадали. «Внезапно всё затряслось. Шкафы пооткрывались сами собой, и из них начали выпадать вещи. Тоже и с холодильником. Не знаю, как я успела выбежать. Там всё завалено, даже машина». Подземные толчки были зафиксированы в понедельник в полчетвёртого вечера по местному времени. Их сила составила 6,3 балла. Эпицентр находился в 84 километрах от турецкого города Измир к югу от Лесбоса. Здания тряслись и в Измире, и в греческих Афинах. При этом значительные разрушения зафиксированы только в нескольких греческих посёлках. Кое-где заблокированы дороги. В этом регионе привычны подземные толчки магнитудой до 5,5. Выше уже редкость. Такие обычно приносят разрушения. Встреча так называемой «большой климатической семёрки» состоялась в итальянской Болоне. Министры окружающей среды Италии, Германии, Великобритании, Франции, Японии, Канады и США обсудили вопросы устойчивого развития, управления природными ресурсами и использования зелёных источников энергии. Итоговое каменюке состояло из 15 страниц и 11 глав. США отказались поставить свою подпись под пунктом, который касается борьбы с изменением климата. Возле него представитель Вашингтона сделал приписку, что в свете выхода Соединённых Штатов из Парижского соглашения страна не поддерживает пункта об изменении климата. Она обещает и дальше уменьшать выбросы углекислых газов, но при этом поддерживать здоровую экономику. Другие участники встречи раскритиковали решение США. Они ещё раз напомнили, что Парижское соглашение необратимое. «Италия, Франция, Германия, Япония, Канада, Великобритания и Европейский союз объявили, что Парижское соглашение необратимое, не подлежит изменениям и является единственным возможным способом борьбы с изменением климата. Мы надеемся, что сможем вести конструктивный диалог США в этом ключе в будущем». «Мы не всегда друг с другом согласны, но очень важно, чтобы был диалог. Я очень рада, что почти все страны готовы продолжать применять Парижское соглашение. Это соглашение необратимое, и оно очень важно сегодня для нашей планеты. Как мать троих детей, я считаю, что это вопрос их будущего». Президент США Дональд Трамп ранее сказал, что влияние человека на изменение климата – это выдумка учёных. В своей политике он решил сфокусироваться на возобновлении работы промышленных предприятий и создании новых рабочих мест. Он также сказал, что готов подписать Парижское соглашение снова, если его переделать. Однако пока страны не намерены возобновлять переговоры. «Европейский союз не будет возобновлять переговоры по Парижскому соглашению. Сейчас время действовать. Приоритет мира сейчас в том, чтобы применить договор». Встреча почти полностью прошла без участия представителя США. Он появился только в начале первого дня. Правительство Тайваня во вторник осудило решение Панамы в одностороннем порядке разорвать дипломатические отношения. Взамен латиноамериканская страна установила официальные отношения с Пекином и тем самым признала, что Тайвань входит в состав КНР. «Между нашей страной и республикой Панамой долгие годы были дипломатические отношения. Президент Панамы проигнорировал дружбу между народами двух стран и то, что Тайвань сотрудничал с Панамой и оказывал ей помощь в развитии». О том, что Панама устанавливает дипотношения с КНР, объявил в понедельник президент Хуан Карлос Варелло. По мнению правительства Тайваня, он сделал такой шаг из-за экономических выгод, которые посулил Пекин. Тайвань также разрывает официальные связи с Панамой. «Правительство Тайваня разгневано и сожалеет о произошедшем. Защищая суверенитет и достоинство нашей страны, мы прекращаем дипломатические отношения и сотрудничество с республикой Панама, перестаём оказывать помощь и закрываем посольство». В 1949-м партия Гоминьдан потерпела поражение в гражданской войне с коммунистами на материковом Китае и отступила на остров Тайвань. Частично признанное государство называется Китайской республикой. А на территории континентального Китая в то время появилась Китайская народная республика. Она продолжает считать Тайвань своей мятежной провинцией. В ООН суверенитет Тайваня признавали до 1971 года. Сейчас его признают 20 государств. В основном это островные республики и небольшие страны Центральной и Южной Америки. В октябре в Аргентине состоятся выборы в законодательное собрание. И правительство президента Маурисио Макри пытается улучшить свой образ среди избирателей из низших славиев населения. Исторически малоимущие аргентинцы поддерживали политическое движение пиранистов, а также бывшего президента Кристину Фернандес де Киршнер. Правоцентристы надеются, что смогут переманить этот электорат на свою сторону. Особый упор делают на провинцию Буэнос-Айрес, которая окружает столицу. Здесь проживает четвёртая часть аргентинских избирателей. И большинство людей из рабочего класса или безработные. Чтобы завоевать доверие, правительство Макри запустило в этих районах программу «Мы здесь». В ней задействовано 250 молодых людей, которым ежемесячно платят по 500 долларов за создание независимых организаций, представление социальной помощи и проведение спортивных и культурных мероприятий. Глава программы говорит, что правительство Макри действует не так, как его предшественники. «Я уверен, что люди, которые работают в правительстве и в социальной команде правительства Макри делают всё по-другому. Мы считаем, что социальная политика должна создавать самодостаточные проекты». Впрочем, не все организации стремятся к независимости и самодостаточности. Многие хотят, чтобы правительство, как и прежде, оказывало им полную материальную поддержку. «Когда нам нужны были матрасы или одеяло, мы это получали без проблем. Нам сразу всё это выдавали. Но сейчас этого не происходит. Нам нужно такое правительство, как было при Кристине». Кристина де Киршнер уже объявила, что тоже будет участвовать в выборах в октябре. Она выставит свою кандидатуру от левой пиранийской партии «Фронт за победу». Аналитики говорят, что пока Макри поддерживают всё меньше избирателей. Согласно прогнозам, его партия не сможет завоевать большинство ни в Сенате, ни в Нижней палате парламента. Трое энтузиастов в масках осматривают местность самого высокого пика Гонконга. Они прибыли сюда ради заброшенных армейских бараков британских колониальных времён. Возможно, их также использовали и во время Второй мировой. Спустя 20 лет после того, как Великобритания передала свою колонию под управлением Китая, эти молодые люди решили задокументировать и сохранить исторические строения Гонконга. Некоторые подобные здания снесли, чтобы освободить землю под новые застройки. Рынок недвижимости в регионе – один из самых дорогих в мире. Молодые люди основали группу «Хонконг Урбекс» в 2013-м. Сначала это было просто хобби. Затем поняли, что это их миссия. Они решили создать архив колониальных зданий. «Всё, что мы делаем, мы делаем ради общества. Мы публикуем снимки не для себя, и никто из нас не заявляет на них свои права. Нам просто нравится это делать. Мы делимся фото и информацией об этих местах, чтобы о них узнало больше людей. Ведь в большинство таких мест доступ закрыт». Всего в группу входит восемь членов. Они тратят недели и даже месяцы на исследования заброшенных строений. Затем делают видео и фото и публикуют в социальных сетях. «Мне нравится находить и исследовать такие исторические строения, поскольку в них витает дух истории. Это похоже на детективное расследование. Мы выясняем, какая история стоит за зданием, кто здесь жил, для чего его использовали». Они уже исследовали 50 мест в Гонконге. «Я просто боюсь, что, возможно, через 20 лет в Гонконге не останется уникального исторического наследия или архитектуры, которая отражает историю региона. Такого места, как у нас, больше нет нигде. Даже если сравнить с Китаем, у нас свои культурные особенности». Эксперты говорят, что проблема в масштабных застройках. «Самая большая преграда для сохранения истории – приоритет, который предоставили строительству. Это необходимо решать на законодательном уровне. Сейчас наши законы уже лучше в плане исторического наследия. Но мы не обновили законы, которые касаются сохранения исторических построек». На сегодняшний день в Гонконге 114 зданий и культурных объектов, которые защищены от сноса. Производители продуктов питания в Катаре ищут новых импортеров. К нехватке сырья привела серьёзная размолвка с соседними странами Персидского залива. Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты и ещё ряд крупных стран региона разорвали дипломатические отношения с Эмиратом, обвинив его в поддержке терроризма. «После того, что произошло на прошлой неделе, мы уже удвоили объёмы производства. То есть теперь у нас работа ведётся не в одну смену, а в две. Мы также прекратили экспорт. Раньше мы отдавали часть на экспорт, а теперь прекратили. Вся наша продукция идёт на внутренний рынок». Через границу с Саудовской Аравией в Катар поступало 80% необходимого стране продовольствия. Катарские производители говорят, что уже договорились об импорте с некоторыми другими странами. «Теперь мы начнём импортировать сырьё из Азербайджана, Узбекистана, Украины, Румынии и Болгарии. На следующей неделе я уеду, чтобы договориться об импорте с другими странами». Иран, главный соперник Саудовской Аравии, уже отправил в Катар самолёты с продовольствием. Пока непонятно, что – это коммерческая сделка либо гуманитарная помощь. В любом случае, Тегеран обещает доставлять в Эмират столько продукции, сколько потребуется. Помогать Катару вызвалась и Турция. Она также начала поставки продовольствия на самолётах. Катар – одно из богатейших государств мира. Он третий в мире по запасам природного газа, а также крупный экспортер нефтепродуктов. Почти вся территория страны – это пустыня. В результате дипломатического конфликта Катар был исключён из исламской военной коалиции. При этом Эмират все обвинения в свой адрес отрицает. Знакомьтесь с австралийскими натуралистами нового поколения. Эти дети участвуют в необычном проекте вместе с десятками других любителей природы. Немалую роль в нём играют технологии. Все участники используют онлайн-приложение. Оно не только призвано сделать науку интереснее, но также помогает пополнить базу данных австралийских видов животных. «Выучиваешь больше животных, птиц и насекомых». «Они от природы любопытные. Это отличный ресурс. Если привлекать детей, можно получить огромный объём данных». Юные любители природы загружают фотографии. Они также могут отметить, что это за вид, и не только на своих фото, но и на чужих. И за каждую правильную запись получают баллы. Всего зарегистрировано около пяти тысяч участников – и маленьких, и взрослых. Восьмилетний Гриффин Чонг на шестом месте в рейтинге по определению видов животных. Аустин Маккенвиль – первый среди экспертов по птицам. «У него есть время и присущий детям энтузиазм». Некоторые загруженные данные даже помогли сделать открытие. «Недавно я обнаружил новые виды, просто просмотрев фотографии, загруженные онлайн». Ну а дети уже строят планы на будущее. «Я бы хотел быть орнитологом, учёным». Австралийцы всё больше интересуются таким направлением, как общественная наука. В прошлом году в онлайн-проекте «Найди дикое животное» приняло участие 50 тысяч жителей страны. Три четверти из них – дети. Победать в Брюсселе можно не только в традиционном ресторане. Здесь хорошую кухню предлагают и среди облаков. Обеды на висячих платформах уже стали традиционными. Концепция появилась 11 лет назад. Теперь она популярна в 60 странах мира. В этом году платформы установлены в Брюсселе в парке «Пятидесятилетие». Как только все расселись по местам, платформу поднимают на 40 метров над землёй при помощи крана. Все гости, а их за столом помещается 22, пристёгнуты к стульям. Еду для них готовят известные шеф-повара. Сегодня это Бар де Патер. Он владеет рестораном со звёздами Мишлен в городе Антверпен. Говорит, готовить так близко к гостям непривычно. «Мы в воздухе, все должны оставаться на платформе, вниз никто упасть не хочет. Кухня небольшая и ощущения необычные. Также немалую роль играет погода. Но самая большая разница в том, что мы все сидим близко и общаемся очень тесно». Де Патер приготовил обед из пяти блюд. Среди них говядина с горохом, спаржа с черемшой и луковой подливкой, а также листья салата с гречкой и чесноком. Все блюда сопровождались первосортными винами и шампанским. «Самое интересное – быть на высоте. Тут немного ветрено, но в целом хорошо. Здесь предлагают вкусную еду. И компания отличная. Концепция интересна со многих сторон. Здесь можно с высоты посмотреть на Брюссель, стать ближе к людям. А ещё обычно не видишь самого процесса приготовления пищи». «Вид на Брюссель был потрясающим. Наши друзья все в отличном настроении. Волшебно». Каждый гость заплатил за обед 320 евро. Подобные мероприятия будут проходить в Брюсселе до 18 июня. Грандиозное празднество охватило Ла-Пас. В боливийской столице проходит ежегодный фестиваль, посвящённый традиционному танцу «Маринада». Он зародился среди африканских рабов в Боливии, поэтому также известен как танец «Темнокожих». Ещё девять лет назад боливийские власти подали заявку на включение фестиваля в список всемирного нематериального наследия ЮНЕСКО. «Я хочу продемонстрировать всему миру, что этот фольклорный танец необходимо объявить национальным достоянием». В шествии участвуют десятки коллективов. Яркие костюмы и такая же яркая обувь. Многие наряды расшиты бисером. Однако символизирует он не драгоценные камни, а пот рабов. Невольников заставляли добывать серебро на боливийских приисках. Некоторые костюмы весят десятки килограммов. Всё сделано добротно, ведь наряды должны выдержать несколько часов беспрерывного танца. Украшения пришивают вручную. «Когда все детали сшиты вместе, мы одну за другой пришиваем бусиной. Делаем всё руками, потому что на швейной машинке так не получится». В Боливии есть уже четыре культурных традиции, которые включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В их числе «Карнавал Арура». Ресторан быстрого питания «Фалафель» в Вашингтоне, казалось бы, мало чем отличается от подобных ему заведений. Однако его предназначение – приносить прибыль не владельцу, а беженцам. «Открыл такой ресторан Ахмат Ашкар, директора благотворительного фонда «Халт Прайс», который поощряет решение различных социальных проблем. «Я американец с палестинскими корнями, поэтому миграционный кризис – один из важнейших вопросов, которые касаются меня напрямую. И мне кажется, что для помощи беженцам делают мало». Ресторан спроектирован так, чтобы напоминать импровизированное кафе в лагере мигрантов. А фалафель и другие блюда готовят по рецептам матери Ашкара. Каждые 10 долларов, потраченные клиентами, помогают накормить одного мигранта. «Мне это очень привлекает, поскольку каждый день я стараюсь делать то, что приносит пользу». «Я знаю, что очень многие беженцы нуждаются в помощи, и я просто счастлива, что могу помочь хотя бы вот так немного. Я раньше ни с чем подобным не встречалась. Поэтому, если хочу поесть, то первым делом вспоминаю об этом месте. Здесь и еда хорошая, и занимаются они отличным делом». Средства, предназначенные для помощи беженцам, распределяет гуманитарная организация «Всемирная продовольственная программа». Ахмад Ашкар надеется, что в будущем откроется много филиалов ресторанов «Алафель», и они станут нанимать на работу мигрантов. Ахмад Ашкар, предназначенные для помощи беженцам, распределяет гуманитарная организация «Всемирная продовольственная программа».